Экономия бюджетных средств за счет сокращения заработной платы. С таким предложением на заседание администрации вышел Департамент образования, культуры и спорта Неницкого округа. Мотив разработчиков постановления прост. Внеся изменения в систему оплаты труда работников государственных учреждений, сократив время работы части сельских детских садов на 2,5 часа, удастся оптимизировать бюджетные средства. Члены администрации данные предложения сочли необоснованными и недостаточно проработанными, отправив документы на корректировку. Оплата труда работников детских садов складывается по нескольким критериям. Один из них – наличие двухсменного режима работы и 12-часовое пребывание детей. Для экономии бюджетных средств Департамент образования предлагает в ряде сельских садов сократить часы пребывания детей в садиках с 10 до 10,5 часов. При этом группы по оплате труда руководителей данных садов уже были установлены. В связи с этим в вышеназванных критериях вносятся изменения и 10 баллами будут оцениваться не только те учреждения, которые находятся в режиме работы 12 часов, но и те, кто сейчас перешли на 10,5 часов. Первые недоработки участники заседания усмотрели в части отсутствия финансового обоснования проекта. Какова экономия бюджета и не возникнет ли наоборот дополнительных затрат через 1-2 года, разработчики ответить не смогли. А принимать решения, которые не подтверждены финансово-экономическим обоснованием, по мнению главного финансиста Татьяны Лагвиненко, является большим риском. Кроме того, большие опасения вызвал и сам режим работы дошкольных образовательных учреждений, что из-за перехода на 10,5 часов родители попросту не будут успевать забирать своих детей из детского сада. Станет проблема, что мы будем объяснять жителям округа, жителям города, зачем, с какой целью, какого эффекта мы можем достичь и что мы на сегодняшний день хотим. Я хотел бы предостеречь всех руководителей департаментов от необоснованного вот такой деятельности. Но мы жителям должны предлагать альтернативу, иначе будут опять же вопросы к нам будут задавать, почему именно так. Вопрос о переходе части детских садов на новый режим остаётся открытым. Департаменту образования, культуры и спорта поручено доработать проект с учётом вносимых замечаний.